Вот здесь вот река печет, река печет, все подмывает, плитка разъезжается и в подвал у меня пошла вода, можете зайти посмотреть. Жительница Супсеха Галина Калиничева рассказывает заместителю главы города курорта Анжелике Бузуновой, как во время проливных дождей улица Шевченко превращается в один большой поток. По ее словам, все началось пару лет назад, после того, как отремонтировали автотрассу, ведущую в Суко и Утриш. Раньше на ней был специальный желоб для воды, по нему она уходила за пределы населенного пункта. Не так давно дорожники пытались исправить ситуацию, но безуспешно. Какая-то организация, пригнали петушок, вообще прокопали, чтобы вода не шла, а к нам шла на улицу. Прокопали там, вывели на стадион на бывший, и со стадиона теперь клещи, теперь всех здесь топят. Плавали вот, Николай Топчий плавал, можете позвонить, если он дома. У Симоновых вот здесь вот, затопило все буквально. Пока каждый житель улицы защищает двор как может. Один из них просто перестал ставить машину в гараж, так как там скапливается вода. Многие, как и Галина Ивановна, пытаются максимально закрыться от потока. Трасса, она же улица Советская в Субсехе, находится в ведении вышестоящих властей. Муниципалитет не занимается ее обслуживанием. Вместе с тем, на местном уровне ищут пути решения. Специалисты предлагают построить вдоль всей улицы бетонный желоб до обводного канала. Этой весной его расчистили. По нему ливневые потоки из Субсеха стекают в реку Анапка. Водоток будет идти по улице и по лотку. По лотку, значит, идет уже на канал, на следующую улицу. Где действующий канал, достаточного диаметра. Там мы почистили, там ширина, глубина позволяет. Вот на следующий день позволяет принять эту дождевую, ливневую воду. Длина такого бетонного желоба около 500 метров. Специалисты подготовили смету. Работы займут около месяца. Общая их стоимость порядка 1 миллиона рублей. Ситуация находится на контроле в городской администрации. Если предложенный вариант окончательно утвердят, то необходимо будет искать деньги в бюджете или во внебюджетных источниках.